Два этажа вниз залили водой, а два этажа вверх задымило, все задымило в дыму. Пало теперь, понимаешь, на всех. Кстати, как вас зовут? Три, три, три объекта, все в радиусе пяти километров от дома. Точка закупки там же, вот, ну то есть все, я не знаю, он на велосипеде может их объехать и все. Пацаны, вас снимает спиртная камера для истории. Тридцать секунд поздно уже, все, все самое интересное было. Бабки все. Ростов, вот мы воду льем, льем камеру, а Ростов уже три дня льет воду на нас. Короче, всем привет, будни строители, сегодня у нас Ростов, Москва. Гостик, там приехал Евгений. Как это фамилия? Обыденов. Обыденов, ну знаете, такой чувак, там какие-то щиты собирают, что-то там в ютубе, какие-то ролики. Такие пили. На Митэкс ходит, там про ключи рассказывает, короче, вот, еще на гитаре он играет. Короче, приехал к нам в Ростов, и вот два дня меня уже мучает, или три, я уже, не знаю, сбился со счету. Сняли, мы с ним несколько видосов выйдут на лайв-канале. Вот, один из них просто пуканов взрывательный будет, короче. Про чем мы сняли? Как, ну, выложили на стол все, что есть у Рувима для съемки видео, все его камеры, все его, там, видео, немножко. Короче, краткое описание их стоимость. Короче, ну, я думаю, что люди просто поразятся. Короче, видос будет называться так, сколько стоит быть видеоблогером таким начинающим, то есть не каким-то там серьезным, а так, просто, ну вот, чтобы хотя бы хоть какая-то картиночка была. Вот, сейчас, в общем, мы едем на один из наших объектов, то есть мы тут целый, постоянно ездим по объектам. Что ты скажешь про ростовские объекты, Джек? Да, кстати, вот, это капитально, то есть когда у человека там несколько, реально несколько, три, три, три объекта, все в радиусе пяти километров от дома. Точка закупки там же, вот, ну, то есть все, я не знаю, он на велосипеде может их объехать всем, там, ну, это, да, у меня нет слов. Я просто работал в Москве и знаю, что там поехать за закупками куда-нибудь, это просто жесть. У нас тут все клево, все рядом, все близко, провинция. Ну, вот, Джек в шоке от этого. Что у нас там получается? Сейчас мы едем на объект, включать бойлер. А, мы ему про это уже рассказали, я, надеюсь, про бойлер. В общем, сейчас мы едем включать бойлер. Уже третий раз, наверное. У нас у одного из наших клиентов, уже давно мы закончили ремонт, но смысл в том, что бойлер после того, когда долго не работает, встает в режим, как он называется, демо-режим. И в демо-режиме он просто мигает и не греет. А проблема в чем, что бойлер, естественно, зашит за всеми-всеми там стенками и там пролазит только. А чтобы снять с демо-режима, нужно на сенсорном экране удержать две кнопки. И туда рука только моя, наверное, пролазит. И больше ничья. И вот я приезжаю, включаю бойлер. Ну, как бы, вот это просто жесть какая-то. Ну, просто. Ну, как-то так. Так, короче, оставайтесь с нами. Тяжку? Да, нужно отказываться. Просто отказываться. Дядь, тебя просто до хрена заказывают. Ты из-за воды. Очень клянешься. А? Очень клянешься. Ага. Да. Кого спалили? Никого. Че, пипец? Диск? 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 Я думаю, диск точно спалили. Ага, это вы здесь заложили. Да? Ну, да, это не все такое-нибудь. Женек, шлифовать надо, я смотрю, что нет, да? Не, местами есть, но там миллиметр. Вы больше полиэметра нету не где-нибудь. Ладно, Женек. Слушай, что ты сладкий. На емного полу, на емной полу-ут или что? На емной полу я этот самый какого. Сейчас подожди. Да, вы сейчас заканчиваете эту всю хуйню. Заходите в санузел, делаете эту дрожь, начинаем. А я займусь. Тут нужно же еще положить теплые полы. Я приеду, кину теплые полы. Конечно. Теплый пол у нас на слой будем. Теплый пол мы будем херачить на наливной пол. Алё. Да. Пацаны, вас снимают скрытая камера для истории. 30 секунд поздно уже, все самое интересное было. Бабки всем раздали, все самое интересное было. Все, давай. Циклон, циклон, кстати, циклон. Зацените, циклон, пацаны. Циклон, беру все свои слова, подожди-ка. Беру все свои слова обратно, если я кому-то говорю, что циклон не очень, без циклона уже все, работать мы не можем. Циклон просто нереальная тема. Все. Два дня работы. Оп. Стой, подожди, а что он вырубился? А, это все. Два дня работы. Ага. Это пылесосиные полы, режем фанеру и тому подобное. Типа, типа, типа. А пылесосили полы, а пылесосили полы после маляров, после маляров, после пыли. Хороших ремонтов обязательно нужно использовать фанеру. Фанеру на пол, ребята. Квартира без фанеры, деньги на ветер. Делайте хорошие ремонты обязательно. Ладно, все, туши. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Пацаны, обзори. Пока, пацаны. Давайте, давайте. Заходите, после... Микроволновку, бери, начальник. 30, 30 и 16, да? Да. Отлично. Мы на рыбалочку? Хватит, пойдем. Микроволновку. Да, мы на рыбалочку. Микроволновку, да. Чистенько. 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 Это для енота. Не думайте, это не мы. Это енот. Для енота молоко. Все, бакеды. Прообразим, что Бойко Рувим у нас стал офис-менеджером. Такие примитительно мысли будут родиться в его голове. Рувим, как дела? Я такие вещи на камеру больше не говорю. Все. Я политические темы закрою на канале полностью. Откуда вы? С какого? С того? Пойдем, штукатурку надо взять. Давай, штукатурку. Может, Дженю проклинались? Да, неприятно. Закрою что-то решение? А? Решение в таком? Да. Ну, если только что от него. Хорошо. Увидишь, вот скажи, что он мог. Да, и при него желательно от меня. Не, ну мы сегодня, наверное, туда не поедем. Ребят, вот объясните мне. Вот расскажите заказчикам, подписчикам Рувима, вот как нужно работать, чтобы вот так. В смысле, чтобы вот так стирать свою форму. С тобой, наверное, офигенно работать. Он мне уже предложил булова, пряники, какие-то бутеры. Тщательно, все, ну да, все, есть микро-олновка есть, чтобы это все говорить. Да. Рувим, какие у тебя, короче, пожелания? Такие, смотри, сейчас откосы. Я поехал за пушкой, искать пушку и привезу еще эти самые терки. И по сути, а, знаешь что, вот дальнемер. Ну, не нужно туда смотреть. Так девушкам больше нравится, можно, короче. Я приманываю, мало ли это чувствую. Слушай, Рувим, у тебя офигенные цветовки. Ты туда, да, смотришь? Не, мне просто очень нравится вот это крепление. Я просто обычной веревкой завязываю. Это Москва просто. Да. Я просто обычной веревкой завязываю. У тебя прям, то есть, я прям многоразовое решение. Короче, понял, переодеваюсь. У тебя прям многоразовое решение. Ну, Шерувин про профессиональное решение. Ну, что, переодеваемся и работаем? Показать, ты знаешь, где видео, где чувак, а просто, за то, что его Женя зовут, умирает. Саша снимал, тебе показать? Видео с тренировки. Тебя как зовут? Где? Тебя как зовут? Паша. А кто нужен? Как найду, узнаешь. Тебя как зовут? Женя меня зовут. На, сука! Ты спросишь, к чему такая жестокость? Да его просто зовут так же, как и тебя. То есть, вы просто, вам не нравятся имя Женя, да, я так понимаю? Нет, ну, Павла теперь, понимаешь, на всех. Кстати, как вас зовут? Ну, я не в этот дом хотел, я в этот дом хотел. Ты во сколько уже? Часов в шесть. А, часов в шесть? Так поздно? Слушай, а ты не охренеешь ли, мальчик? Там два водителя хотя бы? Ну, второй водит, да, машину? А, ну, тогда еще ладно. Не, ну, это начнется. Ладно, расскажи что-нибудь нашим телезрителям про Ростов. Я тебя снимал, потому что когда ты спал. Не выдержал пацанчик, спал. Нашего речи. Что тут про ваш Ростов? Капец. У меня столько песотных на честь давно не было. Это жестко, на самом деле. Рувин. Сначала, короче, там, где я жил до Рувима, там, первый день, ну, понятное дело, сначала я приехал в Москву. Ой, с Москвы в Ростов, да, это бессонная ночь. Потом, короче, вторая бессонная ночь, вторая ночь, ну, там, нормально, более-менее не поспал, 2 часов 5-7. Вот, потом следующая ночь, короче, не смог попасть в здание, где я ночевал, и мы с женой кондавались в машине. Следующая ночь уже у Рувима, мы снимали видос. Вот, то есть мы тоже там поспали, буквально часов, наверное, не знаю, 4-5 часа поспали. Целый день шарашили. После этого мы следующую ночь виндос монтировали, да, там тоже там поспали, там, тоже часов 8, да, и, короче... Часов 8, это мало для него. Это реально мало. Часов 8 мало. Я вообще не знаю, что такое, 8 часов это дофига. Да, и сейчас в эту ночь я еду в Москву, вот, и я утром, следую, ну, уже завтра я должен быть на объекте, потому что там без меня что-нибудь там может произойти. Вот, и, короче, у меня вообще не светит поспать. Неделем, ну, получилось вообще весело. И вот это ты только запомнил про нас тут, да? Вот только это, чтобы ты не выспался, бедный и несчастный. Вот ты понял, что всем вообще неинтересно, что ты не выспался. Ты вот расскажи эмоции, что-нибудь еще. Эмоции, да, офигенно, ты клевый чувак. У тебя все деревня, кроме Москвы. Все деревня, да. Невозможно переведить человека просто. Ну, оно объективно. Но все, что вымирает после, там, 10 часов вечера, это деревня. А здесь реально жизнь вымирает. Магазины закрываются, людей нет на улице. Песня, песенка, девичья, Нет на улице, ну, ну как? Сколько у вас стоит проезд на маршрут? Сейчас, сейчас я вставлю. 15 рублей? Я все вставлю после, не идти вечером, чтобы забыли. Да, тут на роли как самая жесть сейчас. На роли как самая жесть. Все, налогоплательники домой. Давай. Я буду рады, сейчас, тебе не пробу. Ну, я и видос. Ты жестокий. А? Ай, что ж? Ты жестокий. Ты жестокий, сын России, Крепословый, и яблевал. Ты живешь, шрика, сильные, Верой, правда, и дружок. Ты росли, Сан-Солицы, На высоком берегу Славы, полицы. У меня есть одно зрение, у меня все гречали в Ростове, впрочем. Да, кстати, да, есть. Деревья, да, деревья. Ну, правда, объективные. Ну, посмотри, вот по каким улицам мы все это время ездим. Просто какие-то улочки, односторонние движения. Ты же понимаешь, что мы будем стоять в гробах. Если поедем вот по тем улицам, по которым мы ездили дольше. Нет, ты понимаешь, что у нас просто таких улиц нет. Вот это, да. Просто их нет. То есть вот так вот, у нас сейчас там есть во дворах, но это все в основном блоками бетонными закрыты. Ну да, чтобы не проезжали. Да, там просто упираешься, там, и, знаешь, там, надпись такая, передавай привет своему навигатору. Короче, все-таки решили мы пушки выключить на ночь. Слушай, это, конечно, капитально клево вообще. Потому как... Короче, смысл в чем? Что у нас два дня или три льет как из ведра просто. И в подвал начала течь вода, не было навеса. Мы как раз сейчас делаем этот подвал. Вот. А у нас сроки очень сжатые. И, в общем, поставили мы пушки, на ночь все-таки решили выключить. Вот такое вот сумасшествие у нас происходит. Еще у нас 9 мая у одного из наших заказчиков мы ему 6 лет назад делали гостиницу. И получается номер, где горничные там, ну, где горничные, в общем, обитают. И там у них чайник, и утюг, и утюг этот то ли упал на стопку с одеялами и простынями, то ли... Ну, в общем, смысл в том, что за 5 минут пожара два этажа вниз залили водой, а два этажа вверх задымило, все задымило в дыму. То есть, вот, ну, просто вот заходишь в гостиницу, и такой запах дыма нереальный. Плюс... Плюс просто хлам выгорела штукатура. Эти самые, как они, дымом выжгла просто всю декоративную штукатурку в коридорах. И, в общем-то, сейчас там супер срочно люди просто тупо красят, а мы будем перекрывать этаж и полностью ремонтировать этаж. Правда, 6 лет прошло, пора делать ремонт. Ну, в общем, вот такие вот у нас... Поэтому не снимаю, поэтому не снимаю. Мне некогда, просто банально некогда. Вот. Ну, блин, еще и камеры иногда забывают дома. Вот такие у нас будни. Ну, оставайтесь с нами.